Мы пригласили в гости журналиста Тарасову Ольгу Игоревну. Здравствуйте, Ольга. Можно Ольга, да? Да. Впервые я заговорила о том, что я хотелось бы попробовать себя в журналистике еще в начальной школе. Но это, наверное, был тогда несознательный выбор абсолютно, просто, видимо, глядя на корреспондентов по телевизору. Мне было это интересно, любопытно. Но у меня была такая особенность, при всем том, что я училась на отлично, я терпеть не могла писать сочинения. И родители, естественно, мне объяснили то, что, Оль, ты же не любишь сочинять, как же ты будешь там работать? И я действительно задумалась о том, что, наверное, у меня не получится ничего. Потом, дальше, до окончания школы, я как-то с трудом представляла себя в какой-то определенной профессии, Я поступила в педагогический колледж, закончила его с отличием и получила образование преподавателя начальных классов. И тут совершенно случайно мне судьба, наверное, преподнесла такой подарок, и мне предложили попробовать себя в журналистике. Я вспомнила, что когда-то я мечтала, мне было очень это интересно, все новое. Я согласилась. И первая моя статья вышла в газете «Петровка 38», где... Ну, сейчас мы поговорим, поэтому я вас перебиваю, извините. Вот, а в школьной газете, в тем газете писали заметки какие-то? Пару раз я писала в колледже, в газету. Писала, по-моему, куда-то мы ездили с группой в какой-то музей. И я писала просто, наверное, свои впечатления, свои впечатления, впечатления группы. Больше, в общем-то, я не занималась этим никогда. Ну, хорошо, а скажите тогда вот такой вот вопрос. Вот этот, ну, как бы сказать, первый, первый опыт журналистский. Читали ваши сокурсники, ну, те, кто с вами ездил туда, да? Читали же это же... Ну, что они говорили там, Оля, как замечательно, или нет, это плохо. То есть хвалили или не то, что ругали, ну, как так скептически, или как они отнеслись? Не было никаких эмоций высказанных мне и впечатлений, просто все посмотрели. В принципе, даже я, наверное, не поняла этого вот счастья и удовольствия от того, что стоит под статьей моя фамилия, имя и фамилия. То есть как-то очень спокойно и будично к этому отнеслась. Вот, и мне просто в помощь еще был проспектик, взятый из музея, поэтому творчества моего лично было очень мало. Ну, если вы не любили писать сочинения, да, да, то это такое маленькое списывание. Ну, можно сказать и так, да, с использованием подсказки. Ну, с подсказкой, хорошо. Хорошо. Ладно. Поскольку вот это вот был первый, и до того момента, как вы стали уже заниматься, да, когда вас пригласили, был и последний опыт, да? А вот теперь давайте как бы вот ту интригу, которую мы держим. Вы журналист. Вот в каком издании вы журналист? Хотя у меня здесь все написано, но я бы что-нибудь перепутать, потому что журнал достаточно серьезный, издание достаточно серьезное, поэтому озвучьте его лучше вы. Итак, вы работаете журналистом в... В редакции газеты «Петровка-38» ГУВД по городу Москве. Вот. Да я даже не знал, что есть такое издание. Это ведомственное издание, да, поэтому, может быть, о нем мало кто знает, но история у него очень большая. 85 лет мы отметили в прошлом году. Очень хорошо. Ну, я просто первый раз об этом слышу. Ну, значит, это вот как-то внутри, только внутри ваших, вот, так сказать, ваших сотрудников она распространяется. То есть я могу ее купить, например, на улице, в киоске там, или нет? Можете, но, насколько я знаю, не во всех киосках она продается. То есть все равно она как-то поступает к читателям, которые не связаны с этой профессией, да? Да, да. В принципе, если кто еще, то всегда находит. А то есть если кому-то интересно, да, вот такого плана. Я думала, она только вот так, в замкнутом пространстве. Тогда возникает следующий вопрос. Ну, вот, есть журналисты, которые работают в разных изданиях, не целенаправленных, то есть вообще. А есть, ну, есть направленность. У вас же тоже определенная направленность, да? Конечно. То есть вы же не пишете там о бабочках, о цветочках каких-то там, да? То есть у вас определенная тематика должна быть выдержана. И такой вопрос. Вот руководство ваше, наверное, как-то обозначает проблемы, которые вот там, совещание есть у вас? Да, конечно. Ну, типа планерки. Планерки, конечно. И там объясняется, что вот давайте вот такие-то темы нужно затронуть, да? Вот расскажите подробнее, как это происходит, как это все делается, всю эту кухню такую, если это можно. Да, можно, никакого секрета в этом нет. Мы собираемся, по понедельникам у нас проходят планерки, собирается весь творческий коллектив газеты, вот, и где, на которых мы рассказываем о том, что мы сделаем за неделю, и о наших планах на вот следующую, начинающуюся неделю. Тематика, в общем-то, разнообразная. Естественно, главное направление – это милицейская тематика. И непосредственно мы пишем о московской милиции. Вот. Значит, цель наша – создать положительный имидж сотрудника милиции, что, в общем-то, сейчас делать очень сложно, да? Вот. И, значит, тематика либо определяет действительно главный редактор, который, может быть, смотрит в календаре какие-то памятные события, вот, значит, в какой-нибудь службе исполняется юбилей или просто годовщина какой-нибудь службы. А также каждый корреспондент у нас закреплен за административным округом, за каким-нибудь вот северо-западной административной, южной административной, восточной. Вот. Откуда мы общаемся с пресс-службами и оттуда черпаем тоже массу информации интересной. Ну, хорошо. Вот, допустим, вы закреплены за каким-то округом, да? То есть вы там с ними связываетесь, что там, оттуда берете материал, да? Да. А вот есть такая возможность, допустим, вы стали свидетелем чего-то, ну, не в вашем округе, да, а вот, ну, где-то там вне его территории. А вы можете тоже написать там какую-то работу журналистку вот там по поводу чего-то? Конечно, конечно. Это не возбраняется, да? Не возбраняется, это даже приветствуется, потому что каждый, наверное, сталкивался с такой ситуацией, когда не можешь молчать просто, да? Крик души. Да, 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 крик души. А у журналистов есть уникальная возможность просто свой крик души, значит, выразить на бумаге, и это чтобы напечатали, еще и обсуждали, да? Поэтому, естественно, они возбраняются, приветствуются. И, в принципе, иногда даже мы делаем небольшие отступления вообще от милицейской тематики. То есть изредка, но могут, какой-то, если вот острый социальный вопрос, мы можем тоже осветить. Понятно. А вот вы работали, вот вы сразу пришли туда, да, вот в этой издательстве? То есть изначально. Да. А в других издательствах вы не пробовали себя в качестве журналист? Ну, в других журналах, там, газетах где-нибудь, помимо вот, так сказать, вот этого? Пробовала. Где? Я работала в женском интернет-журнале. То есть писала на совершенно другую тематику, отличную от моей основной профессии. А это как бы была параллельная такая работа или отдельно, или до, после? Да, подработка. А, то есть это параллельно было, да? Да, это было, можно сказать, ну, может быть, для удовольствия, что ли. Сами понимаете, что иногда хочется отвлечься, да, и что-то хочется такой, добавить перчинки к своей профессии. И, опять же, это новый опыт. То есть как бы новая сфера, да? Новая сфера, да. То есть, так сказать, не зацикливаетесь. А если бы, вот, допустим, вам предложили работать сейчас, допустим, ну, там, в каком-нибудь другом издательстве поработать, вот, чем бы вы, так сказать, на что бы вы ориентировались? Вот, уходить вам из этой работы? Или вы категорично сказали бы нет, мне моя работа больше нравится? Или бы вы подумали, уходить, не уходить? Вот, чем бы вы руководствовались, допустим? Что, вот, допустим, я вас приглашаю работать в свое издательство. Вот, что бы, что вас могло бы смущать? Или какие вопросы вы бы мне задали? Первое, что я бы задала, наверное, это нет ли у вас политической тематики, то есть, или политической направленности какой-то, потому что, честно говоря, не люблю это направление. Это очень деликатное направление, и, ну, даже не хотела бы, в общем-то, пробовать себя в нем. Вот, а второе, это, наверное, коллектив, потому что, конечно же, от коллектива очень многое зависит. Это, сами согласитесь, что если ты ожидаешь каждый раз, нажав спину, там, недопожелательные взгляды, то работать некомфортно, не хочется идти со скрипом, вот. А если комфортная дружеская обстановка, то на работу всегда идешь с радостью. То есть микроклимат, он тоже влияет? Очень, очень. Помогает. Конечно. Если плохой микроклимат, то он мешает работе. Конечно. И он вообще мешает, не только в журналистике, но в любой, наверное, профессии, в любом коллективе. Тогда вот такой маленький вопрос провокационный. А вы не пробовали писать книги? Я почему спрашиваю? Потому что, поскольку вы работаете вот в таком издании, да, все-таки это связано с милицией, это связано с криминалом каким-то, да, потому что вот именно такая тематика. Я почему спрашиваю? Потому что сейчас в основном детективы пишут женщины. Я уже, их даже столько много, что там вот и Донцова, и Устинова, еще кто-то, еще кто-то, да. В сериалах о милиции тоже уже, вот, допустим, по Первому каналу идет там след, да, там, так сказать, главный начальник тоже женщина, которой подчиняются мужчины. И в других сериалах, там вот улицы разбитых фонарей, там все равно присутствует женщина. Вот не хотелось бы вам тоже, поскольку вы настолько обладаете таким материалом, то есть не придумывать из головы, а вот конкретные случаи вы же сталкиваетесь с ними, вот сесть и написать какой-нибудь, ну, сценарий или там книжку, роман, повесть, я не знаю, вот в этом плане. Не было таких мыслей у вас? Мысли о творческой деятельности, о другой творческой деятельности, отлично от журналиста, у меня были, но, как ни странно, написать детективы, в мои планы не входит писать, и даже писать в дальнейшем. Вы сами ответили, в общем-то, на этот вопрос, что рынок перенасыщен ими, их столько, что уже даже не запоминается, и если вдруг неожиданно появится какой-то детектив Ольги Тарасовой, то он просто потеряется, его донет в этом море, да, разнообразие. Поэтому, может быть, когда-то это и будет книга какая-то мной написанная, но это будет не детектив, однозначно. Точно, да. То есть это может быть роман о любви, да, какой-то романтический такой или как? Нет, я просто не знаю, в общем, не о любви, наверное, тоже не романтический, что-то может быть, может быть даже философское. А, вот в таком плане, чтобы читать им не просто там глазами пробегал эту страницу там, да? Чтобы что-то зацепило и чему-то научило, вот так вот, наверное. Ну, вы как бы сейчас не планируете конкретно, да, но... Делаем маленькие пометочки. А, для себя там отвечаете. Это уже начинается так сбор информации для будущей какой-то серьезной работы. Ну, пока что, да, это только наметки и ничего больше. Так, следующий вопрос тогда. Ну, поскольку вы работаете в милиции, в органах милиции, то, насколько мне известно, что вот там военные, они все имеют звание, да, допустим, там, которые вот там еще... В милиции тоже есть звание. Вот, вы вроде как не в форме, красивая такая молодая женщина, вот, вы не в форме. А у вас звание есть, вот у вас, вот у журналистов, которые работают именно на Петровке 38, вот, которые в этом издательстве? Да, да, у нас не у всего коллектива, у нас работают и вольно-наемные сотрудники, и работает офицерский состав. Я вот вхожу в офицерский состав. А вы офицер? Да. Офицерский состав, так, давайте к званиям тогда. Я старший лейтенант милиции. Старший лейтенант милиции. А вам сразу присваивают или какие-то у вас там есть, там, вот, в армии, там, через два года, там, то, 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 там, каждый повышает звание. Нет, у вас там... Нет, 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 конечно, я пришла, и мне присвоено было звание, так как у меня было среднее специальное образование, мне было присвоено звание младший лейтенант милиции. Вот, считай, потом я получила через год лейтенанта милиции, и еще через два года, вот, в прошлом феврале, мне был присвоен старший лейтенант. То есть, есть к чему стремиться. А вот в милиции, я не знаю просто, и зрители, может, многие не знают, какое самое высокое звание в милиции? Генерал там или кто? Ой, генерал, генерал-полковник. Это самое высокое. А вот... Ну, я не знаю, наверное, генерал армии, может быть, и присваивают, но это уже, по-моему, в МВД. То есть, мы, это ГУВД. Это уже другое ведомство. Ну, а вот, какое вот работа, вот, допустим, в этом издательстве, допустим, вот, какой самой, до какой планки, так сказать, можно дойти, там, кто там, капитан или там... Именно в редакции? Да, именно, именно вот здесь. Именно в редакции. Если я не ошибаюсь, то должность главного редактора газеты, по-моему, самый высокий потолок – это полковник. Но я могу ошибаться, честно. То есть, либо подполковник, либо полковник. Ну, то есть, до полковника можно, так сказать, дослужиться. В принципе, да. Грубое слово. Теоретически, да. Да, то есть, работая, хорошо себя проявив в качестве журналиста, можно вот так вот... То есть, рост такой вот существует, да, то есть, перспектива. Не то, что вот вам дали, там, допустим, старшего лейтенанта, и вы, так сказать, работая там много-много-много лет в этом издании, и все время получаете, так сказать, выше этого вы, так сказать, прыгнуть не можете. Ну, в любом случае, мне придется, даже чтобы перейти на другое звание, мне придется переходить на другую должность. То есть, заниматься в редакции чем-то другим. То есть, уже не журналистика непосредственная, должность ответственного секретаря и заместителя главного редактора. То есть, у нас порог, тоже вот самый высокий потолок, вернее, звание старшего лейтенанта. То есть, корреспондент у нас старший лейтенант. Ну, может быть, я так думаю, что им можно присвоить капитана, в принципе. Хотя, по-моему, вот надо выше должности. То есть, это уже тонкости определенные. Понятно. Ну, поскольку вы связаны вот с милицией, ну, все знают, и об этом говорят и по телевидению, и в газетах пишут, что криминальная очень у нас обстановка такая. Хоть, как вы и сказали, пытаемся как-то заретушировать все это, снивелировать. Но вот считается, я читал в какой-то газете или по телевидению слышал, точно не помню, что профессия журналиста входит в пятерку самых опасных профессий. Ну, знаете об этом. Да, вот вас это как-то не смущает, что вы такая молодая, красивая, хрупкая женщина, вот связанная именно вот с этой профессией. Сейчас не имею в виду, что вы там работаете на Петровке 38 в этом издании. А вообще, допустим, вы в другом бы журнале в каком-то работали. Не пугает, вот потому что такие случаи происходят очень с журналистами и сейчас все чаще и чаще. Не важно, там мужчина, вы женщина, не важно, журналист он и журналист. Вообще не пугает, честно признаюсь, не пугает. Но, может быть, и не пугает, пока что я не лезу в эти деликатные вопросы, не освещать деликатные темы, где можно, случайно даже, не знаю, не уловив этот момент, пересечь кому-то дорожку, да, и стать вдруг лишним. Мишенью, да? Да, 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 поэтому пока я не задумывалась по этому поводу. То есть, в принципе, у нас довольно-таки, у меня довольно-таки мирная работа. Понятно. Ну вот, допустим, вы говорите, что округ, да, вот вам дают информацию, там, а вот бывали у вас вот в вашей практике такие случаи, что, допустим, вы приезжали на место какое-то событие, произошло какое-то событие, да, вы приезжаете, то есть не уже после того, как оно произошло, то есть вам говорят, вот у нас в районе, там, на улице, там, Иваново произошло то-то, 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 то-то. И вы, так сказать, этот материал уже обрабатываете, да, делаете какой-то репортаж или что-то какое-то, да. А вот попадало в вашей практике так, что вы приехали именно в тот момент, когда вот это событие происходило, так сказать, очевидцем какого-то такого происшествия? Криминального нет. Единственное, что однажды я дежурила с экспертами-криминалистами, вот, и мы выезжали на вызов на труп, на один в квартире, да, то есть такое было. Да и каковы ваши ощущения? На самом деле меня оперативники подшучивали, глядя на меня, потому что я еще помоложе была, это только начало моей трудовой деятельности было, они подшучивали и готовили меня к самому худшему. Ну, естественно, я сама себя готовила к худшему, потому что не знала, как я это все вот... Да, вот, но оказалось, что, в общем-то, нормально. Дело в том, что труп оказался не криминальный, как говорится, то есть несчастный случай, поэтому ничего страшного. Ну, естественно, не проявлял особо любопытство, особо любопытство не заглядывал, там, что там делает судмедэксперт там или... Вот, поэтому нормально, но так вот, на какие-то такие события громкие, нет. На задержание, сами понимаете, что оперативники круглосуточно дежурят, чтобы произвести это задержание, поэтому с ними и... Я буду им только, наверное, грузом лишним, если они меня возьмут с собой. Вот, так что... И вот такой еще вопрос, у нас времени, к сожалению, мало, формат передачи достаточно маленький. Вот такой вопрос. У вас форма есть? Да. А вот вы форму одеваете? Ну, если там... Если одеваете, то по каким случаям? Строевые смотры. А так на работу вы выходите. А на работу, если только официально какое-то мероприятие, вот, например, последний раз, признаюсь честно, на официальном мероприятии я одевала форму практически год назад, в марте, когда мы отмечали 85 лет нашей газеты. То есть вот... Ну, это естественно, это такое. Тут уже без формы никак нельзя. Тогда такой вопрос. А вот вы форму дома одеваете, да? Да. Когда как получается, потому что многие сотрудники хранят форму у себя в кабинетах. И там переодеваются. Вот в шкафу, да, и переодеваются. А вот вы... Когда... У вас был такой случай, когда вы в форме ехали, допустим, на работу? То есть в общественном транспорте, в форме? Нет. А, нет. Вы, так сказать, вы скрываете, да? Ну, а дома-то знают домашние? Они вас хоть раз видели вот в форме? Конечно. Не там, не в такой вот одежде, а вот в форме. Конечно. Видели. И как они оценили это? Идет вам форма или нет? Идет. Мне говорят, что идет. Я, в принципе, сама вижу, что идет форма. А так вполне нормально. Я из военной семьи. То есть у меня отец военный, брат военный, да, и дедушка оба служили. Поэтому все нормально воспринимается. Ну, вы упредили мой вопрос, потому что я хотел спросить, а как отнеслись ваши близкие к тому, что вы именно работаете в таком издательстве? Там не журнал «Красота» какая-то, мы еще что-нибудь. А вот так что это, так сказать, на генном уровне, наверное, уже, да, что это вот погона. Может быть, дисциплина. А, дисциплина, да. То есть вот в детстве она проявлялась, да, со стороны там дедушки, папы, да? Нет. У меня, может быть, нетипичный немножко военный. В плане не было такого упасть, отжаться. И в воспитании все очень по-доброму, очень здорово. Но всегда нравилось смотреть на отца в форме, смотреть, ходить на парады, когда они вышагивали там, строим. То есть, может быть, когда-то это и повлияло немножечко. Хотя, вот, в принципе, никогда не думала, что пойду куда-то служить или еще. Так само собой вышло. Да, я же и пришла в редакцию, когда я была воинонаемным сотрудником. Атестовалась уже, по-моему, год я отработала или год с лишним, и только тогда я получила звание. То есть, я шла на обычную должность. То есть, это вот не специально, не продуманный шаг совершенно? Нет, 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 совершенно все вот так случайно, да. По стечению обстоятельств. Ну, жалеете об этом, нет? Нет. Я, в общем-то, привыкла не жалеть ни о чем в этой жизни. И даже если я когда-то буду работать в другом издании, то я никогда в жизни не пожалею, что я начинала вот свой трудовой путь с газеты «Петровка-38». Ну, понятненько. А вот такой еще вопрос. Вот если бы вам, ну, можно было бы создать свой, свое издательство, вот какое оно бы было, какое вот? Вот можете так вот, о чем бы писались там статьи какие-то или еще что-то? Да, можно, можно. Я даже могу сказать, какая тема меня больше всего интересует и больше всего волнует. Это детский вопрос. Это вопрос семей, вопрос неблагополучных семей. Это беспризорность. В общем, все проблемы подрастающего поколения очень волнуют. Воспитание и вот... То есть ваше бы издательство, ну, там, ваш журнал или газета именно были направлены именно вот на это, да? Я думаю, что да. То есть это не развлекательный какой-то там с анекдотами, с кваросвордами, с шутками, с прибаутками, с детскими рисунками, а именно вот проблематично. То есть вы бы поднимали проблематику, которая вас волнует. Да, да, и привлекала бы. Которая, по-моему, сейчас волнует всех, эта проблема. Ну что же. А не боитесь вот на свои хрупкие плечи взвалить? Вот допустим, вам дали. Как? Это же тяжело, наверное. Тяжело, конечно, безусловно. Мне тяжело даже смотреть, просто приехать, выехать в семью неблагополучную и смотреть, в каких условиях живут детки. Это страшно, и мне, как молодой женщине, это, конечно, непонятно, когда матери отказываются от детей или не занимаются ими, предпочитая воспитание детей, да, там, распитие спиртных напитков с компанией. Вот, это и тяжело, и сложно смотреть, и сложно с этим бороться. И я знаю, что это, может быть, сродни бороться, как Дон Кихот борется с внутренними мельницами, да. Вот, но, может быть, меня бы вот вдохновляло то, что обратить внимание просто правительства и обратить внимание даже самих людей, даже, наверное, не столько правительства. Здесь не правительство решает вопрос, а просто простые люди. Да, но мы не правительство, и, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам огромное. Желаю вам всяческих повышений в чинах и в званиях, в личной жизни. Удачи вообще во всем. Я думаю, она вам будет сопутствовать, а мы вам мысленно будем вас поддерживать. А с вами, дорогие телезрители, мы на этом прощаемся. Всего доброго. До свидания.